Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. В состоянии алкогольного опьянения медики увезли Погорельца в больницу. Умышленный поджог. Вероятно, причина пожара в доме на улице Якубоколоса. Сигнал о происшествии в дежурную службу МЧС поступил в четверг утром. В плену огня оказалась входная дверь квартиры на третьем этаже. Оперативно прибывшие пожарные спасатели ликвидировали загорание, обшивки двери. В квартиру огонь не проник, но успел повредить напольное покрытие. Минск чрезвычайный. Брошенный с вышерасположенного этажа Окурок стал причиной пожара на балконе девятиэтажного дома по улице Левково в четверг около полудня. Загорелся балкон пятого этажа, но к прибытию спасателей пламя успело перекинуться и на балкон этажом выше. Пожар был оперативно потушен, огнем повреждены имущества, оконная рама, закопчена квартира. Также повреждена обшивка балкона вышерасположенной квартиры. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Отмечу, что только с начала этого года в Минске брошенные с вышерасположенных этажей окурки стали причиной шести пожаров. МЧС настоятельно рекомендует не курить на балконах. В пепельнице, на подоконнике или на балконе не до конца потушенный окурок при малейшем дуновении ветра может куда-нибудь улететь, спровоцировав там пожар. Еще опаснее выбрасывать непотушенные окурки с балкона. Самое безопасное – выйти покурить на улицу или бросить окурки, например, в банку с водой. А вот в ночь, четверга на пятницу, очередной нетрезвый курильщик устроил пожар в собственной квартире на улице Волоха. В жилой комнате двухкомнатной квартиры горели постельные принадлежности. Оперативно прибывшие спасатели пожарной ликвидировали загорание. В результате никто не пострадал. 50-летний виновник происшествия вовремя проснулся и смог вместе с 79-летней матерью покинуть горящую квартиру. В субботу утром столичный владелец автомобиля «Пежо» остался без машины. Во всяком случае, на какое-то время. ЧП произошло на территории частного домовладения по третьему Подольскому переулку. Спасатели прибыли очень быстро и уже через несколько минут огонь был потушен. В результате пожара, причиной которого вероятнее всего стало короткое замыкание электропроводки, повреждены моторный отсек, панель приборов и лакокрасочное покрытие капот. Минск чрезвычайный. В этот же день на территории частного домовладения по улице Семенова горела баня и хозяйственная постройка. Спасатели оперативно прибыли к месту вызова, однако уже к моменту их прибытия стихия практически полностью уничтожила деревянное строение. Причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации печи женой и хозяина. МЧС напоминает, не допускайте эксплуатацию неисправного печного отопления и не оставляйте без присмотра горящая печь. Еще одна деревянная хозпостройка сгорела в этот день в Ленинском районе. На этот раз ЧП произошло около полуночи на территории частного домовладения по улице Малосеребрянска. Здесь среди версий фигурирует поджог. Сон жильцов пятиэтажки на улице Козыревской прервался в ночь с воскресенья на понедельник, когда из соседней квартиры стал распространяться дым. Из горящей двушки работники МЧС спасли 46-летнего хозяина, который был пьян. С предварительным диагнозом отравления продуктами горения мужчину забрала скорая. Помимо погорельца, свои квартиры вынужденно покинули еще шесть соседей. Вероятной причиной этому могла стать незатушенная сигарета. В состоянии алкогольного пьянения притупляется чувство опасности, и из-за собственной неосторожности с огнем люди рискуют стать погорельцами. Цифры статистики также говорят сами за себя. Более 90% погибших на пожарах находились в нетрезвом состоянии и курили в постели. Кстати, риск гибели на пожаре на 80% снижает установка автономного пожарного извещателя. Этот прибор громким звуковым сигналом сообщит о появлении задымлений и сможет предотвратить беду. С начала года 29 жителей нашей страны, в том числе двое детей, спаслись благодаря АПИ. Такой была оперативная обстановка в столице на прошлой неделе. Я же с вами прощаюсь до следующего вторника. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Безвычайный.